5 июля, пятница. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко. В студии для вас работает Алла Перумова. И вот главное к этому часу. Президент России Владимир Путин назвал движение «Талибан» союзником России в борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. При этом сам «Талибан» с 2003 года запрещен в России и находится в списке террористических организаций. «Талибы, движение «Талибан» взяло на себя определенные обязательства. И в целом есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле «Талибы» безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом. Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое оно возгладает и которым она, эта власть руководит. Уверен, что и «Талибан» заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам». Талибы борются с группировкой «Исламское государство», которое взяло на себя ответственность за теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Неизвестно, помогал ли «Талибан» каким-то образом России в расследовании теракта. При том, что правительство «Талибов» до юра не признается Кремлем. Российский МИД выступает за снятие с «Талибана» статуса террористической организации. Израиль и Хизбалла обменялись ракетными ударами вдоль Ливано-Израильской границы. Поддерживаемая Ираном группировка заявила, что в ходе атаки выпустила более 200 ракет и беспилотников в ответ на якобы убийство Израилем одного из ее командиров. Цахал, в свою очередь, не сообщал о погибших или пострадавших, однако быстро заявил об ответном ударе по Южному Ливану. Вслед за атакой премьер Израиля и вовсе установил принцип взаимоотношений между странами. Я получил от командующего ВВС всесторонний обзор операций в обороне и наступлении во имя государства Израиля. Этот вклад огромен и продолжается. В разгар трудной кампании против Ливана мы установили принцип «кто вредит нам, тот обречен на смерть». Мы воплощаем это в жизнь. Мы знаем, что впереди еще долгий путь, но мы полны решимости восстановить безопасность на севере и вернуть жителей в свои дома. У международного сообщества обострение ситуации между странами вызывает опасения из-за вероятности перерастания войны между Израилем и Хамас в секторе Газа в более широкий региональный конфликт. Отмечу, удары произошли как раз в тот момент, когда израильские власти изучают ответ Хамас на очередной вариант прекращения огня, который предусматривает освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Израиль изучает некоторые идеи, которые Хамас направил к катарским посредникам. Спустя 14 лет у власти консервативная партия Великобритании проиграла парламентские выборы. Новой правящей коалиции становятся лейбористы. Пост премьер-министра страны, вероятно, займет их лидер Кир Стармер. Исходя из данных по 100 округам, где подсчет голосов завершился, явка на выборах в Великобритании в этот раз рекордно низкая – всего 57%. Это ниже, чем на любых выборах с 1950 года. Действующий британский премьер-министр Риши Сунак признал поражение консервативной партии. Он уже поздравил лидера лейбористов и Кира Стармера с победой. Из числа известных консерваторов, которые уже проиграли и не будут заседать в новом парламенте, можно назвать Гранта Шапса. В уходящем правительстве он занимает пост министра обороны. Также в парламент страны с восьмой попытки попал правый популист и вдохновитель Брексита Найджел Фарадж. Он известен своими комплементарными заявлениями о Владимире Путине, а также тем, что считает Европу ответственной за начало войны в Украине. К слову, первые британские парламентские выборы с тех пор, как страна официально покинула ЕС в 2020 году. Свою порцию внимания на выборах в Великобритании получили не только политики, но и домашние питомцы избирателей. Собаки, кошки, хорьки и даже лошади были замечены на избирательных участках по всей стране. Этот тренд неожиданно стал очень популярным. Социальные сети буквально заполонили фотографии домашних питомцев, которых хозяева взяли с собой на избирательные участки. По словам медиа-менеджера Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, тенденция, которая появилась в социальных сетях в последние годы, это способ показать, что человек проголосовал на выборах, а также способ отдать дань уважения своим питомцам, потому что выборы в том числе влияют на благополучие животных. Госдума России приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов в случае несогласованного выезда за рубеж. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможность введения временного ограничения на выезд депутатов за границу уже после лишения их мандата. Принятый в первом чтении законопроект обязывает сенаторов и депутатов Госдумы согласовать выезд за пределы России, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого согласования будут определены позже, нарушители будут лишены мандата. Не исключено, что ко второму чтению документ дополнят нормой о запрете на выезд в течение нескольких лет даже по истечении депутатских полномочий. В партии «Единая Россия» необходимость таких изменений объясняют возникновением угроз безопасности России в условиях войны против Украины, западными санкциями и интересам иностранных спецслужб к представителям российской власти. Если вы смотрите наш выпуск на Ютубе, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Председатель КНР Си Дзиньпинь прибыл с государственным визитом в Таджикистан по приглашению президента Эмамули Рахмона, который лично встретил китайского лидера в аэропорту Душанбе. Для Си устроили масштабное шоу, которое должно было показать, как рад таджикский народ его приезду. Более полутора тысяч молодых людей, одетых в национальные костюмы, пели и танцевали с китайскими и таджикскими национальными флагами в руках. Восторженные люди встречали правительственный кортеж и по пути из аэропорта в отель. По прибытии в таджикскую столицу Си Дзиньпинь заявил, что Китай и Таджикистан – стратегические партнеры, отношения которых могут стать моделью для соседних стран. Отметив, что Китай стал вторым по величине торговым партнером Таджикистана, Си Дзиньпинь заявил, что их сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» принесло плодотворные результаты, а двусторонняя торговля постоянно устанавливает новые рекорды. В Иране проходит второй тур президентских выборов после гибели президента Ибрагима Раиси при крушении вертолета в мае. Избиратели выбирают между реформистским кандидатом Масудом Пежискианом и ультраконсервативным Саидом Джалили, бывшим ядерным переговорщиком. Первый тур выборов был отмечен рекордно низкой явкой всего 40% избирателей. Такая низкая явка, вероятно, вызвана разочарованием избирателей экономическими проблемами страны, включая санкции, а также ограничениями в интернете, которые могут блокировать доступ к информации о кандидатах и ожиданиях. Избирательные участки были открыты по всей стране и за ее пределами. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хамении открыл голосование, выражая важность этого этапа для страны. Интересно, что участие Пежискиана в выборах эксперты оценивают как стратегию для увеличения явки избирателей. В Иране президент не является главой государства. Его роль – глава правительства. Основная власть сосредоточена в руках 85-летнего духовного лидера Аятоллы Али Хамении. Он оказывает решающее влияние на Совет Стражей Конституции, который определяет допустимых кандидатов. Видеохостинг YouTube по просьбе Литвы заблокировал каналы популярных российских артистов – Шамана, Григория Лепса, Полины Гагарина, Юлии Чечериной и Олега Газманова. Эти певцы известны активной поддержкой войны России против Украины. В заявлении комиссии по радио и телевещанию Литвы содержалась просьба к сервису потокового видео незамедлительно удалить аккаунты российских медиаперсон, которые попали под ограничения со стороны Евросоюза. Речь идет о 14-м пакете европейских санкций, в который внесены ряд российских политиков и публичных персон, одобряющих агрессию Москвы в отношении Киева. В свою очередь, певец Шаман объяснил журналистам блокировку своего канала тем, что он русский. У популярного певца было почти 3 миллиона подписчиков. В румынском городе Тимишуара начался фольклорный фестиваль при поддержке ЮНЕСКО. Там собрались представители из Европы, Северной Америки и Азии. Фестиваль был учрежден в 1990 году в память о событиях румынской революции 1989 года, приведший к свержению режима Чаушеску. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске «Вот так». Я же на этом прощаюсь с вами. Увидимся в следующих выпусках.